Собственно, желаю вам хорошего, так скажем, мероприятия. И давайте поприветствуем Сергея Харитонова, нашего сегодняшнего спикера, который расскажет нам про вирусы, бактерии в разрезе, кроме болезней. Да, здравствуйте, друзья. Рад быть здесь. Спасибо большое, Роман, за приглашение. Надеюсь, будет интересно. Давайте я, чтобы понять, как правильно, как лучше рассказывать, сразу надо убедиться, есть тут биологи профессиональные в аудитории? Так, раз, два, три. Неплохо. Медики? Хорошо. А есть люди, которые никакого отношения к естественным наукам не имеют? Я ориентируюсь на вас, друзья, не переживайте. Биологи и медики и так все знают, но для вас, я надеюсь, тоже будет что-нибудь интересное, хотя, в принципе, в таком биологическом специальном комьюнити, темы, которые я буду сегодня поднимать, они, в общем, известны. Хотя, вот, за рамки него они редко выходят, что мне и хотелось бы сегодня подсветить. Да, мы поговорим про вирусы и бактерии, но начнем, наверное, не с этого, а начнем вообще с того, а что бывает, да? Вот биология — это такая наука, в отличие от математики и физики во многом, она больше не про законы, хотя законы тоже есть в биологии, а про то, что вообще бывает, как вообще можно на этой планете жить и как решать свои жизненные задачи, какими способами. И поэтому во многом это описательная наука, и в ней большую роль играет систематика и классификация живых организмов, то, что мы знаем вообще о биоразнообразии на планете. И вот, когда школьник там переходит в 5-6 класс, обычно школьнику рассказывают, что на нашей Земле есть 4 царства живых организмов. Все знаете, какие. Это растения, животные, грибы и бактерии. Ну, фишки каждого царства, они, в общем, интуитивны и понятны из битового опыта. Растения — это те, кто стоят на месте и умеют фотосинтезировать, то есть они преобразуют свет, энергию света, и углекислый газ преобразуют в органическое вещество, за счет этого растут. Это все называется растения, и они чаще всего зеленые. Есть животные. Животные — это те, кто бегают и не умеют фотосинтезировать, а питаются только готовым органическим веществом. Им обязательно надо кого-то съесть. Вот если я кого-то ем и бегаю, значит, я животное. Правильно? Вот такая классификация. Есть грибы. Грибы — это что-то типа среднее между растениями и животными. Они, с одной стороны, бегать как бы не умеют, так как растения. С другой стороны, они обычно не фотосинтезируют, а едят кого-то готового, но вот таким хитрым способом они так называемые сопротрофы. Они выделяют ферменты в окружающую среду, все вокруг себя переваривают до какого-то бульончика, и этот бульончик в себя всасывает. То есть, в принципе, растительный тип питания, но зато готовым органическим веществом. И в бактерии в этот момент людям относят все, что они относятся к первым трем. Все микроскопическое. Еще говорят, у чего нет в клетках ядра, понятно это или нет, но вот так говорят. Это относится к бактериям. И в принципе, иногда еще вирусы добавляются, иногда нет, это зависит от преподавателя, энтузиазма школьников. В принципе, вот эта классификация, по-моему, отпечаталась просто у всех, и она вот так до сих пор и живет. Если у среднего человека на улице спросить, какие вообще живые организмы бывают, он примерно вот это расскажет. Я бы вот начал с того, чтобы чуть-чуть вот этот момент подрешатать. Давайте попробуем, пользуясь этой логикой, поопределять разные типы живых организмов, к какому царству они относятся. Вот это кто? Мы знаем, что это амеба, она вот к какому царству? Животное, очевидно, пока все просто. Несмотря на то, что это ни собачка, ни кошечка, мы в принципе понимаем, что амеба бегает, мы в принципе понимаем, что амеба передвигается активно и захватывает активно какую-то добычу и ее переваривает. То есть питается готовым органическим веществом. Это у нас что? Животное, логика работает, все прекрасно. Хорошо, животное, определили, молодцы, идем дальше. Это кто? Это моя любимая водоросль, Кошмариум. Она называется Космариум, но я всегда говорил Кошмариум. Она к какому царству относится, как вы думаете? Ну, конечно, органов передвижения очевидных нет. Скорее всего, она где-то там болтается в воде. Зелененькая, значит, фотосинтезирует. Ну, очевидно, растения. В общем, никаких проблем. Классификация 5-6 класса прекрасно работает на совершенно новые группы живых организмов, которых мы до этого не знали. Ну, давайте двигаться дальше. Так, это у нас Евглена. А как видео запустить? На что нажать? Видео как запустить? А, просто еще раз, хорошо. Тут анимация работает. Ага, вот это кто? Рыба, походу, да. Рыба, зеленоватая такая. Ну, то есть, смотрите. С одной стороны, она маленькая и зеленая. То есть, похожа на водоросль, вроде бы растения. С другой стороны, она бегает. И если присмотреться, здесь не видно, но она еще может кого-то поедать. Вот для того, чтобы описать, вот как-то классифицировать вот это животное, или не животное, этот микроорганизм, вот так, да, давайте говорить. Пришлось даже придумать новый тип питания, который называется миксотрофный. То есть, они иногда, когда хочется, фотосинтезируют, иногда, когда хочется, могут питаться готовым органическим веществом. Животное это или растение? Ну, все, как бы логика немножко начинает у нас ломаться, да. То есть, совершенно как бы непонятно, куда относить, а организм существует и требует определенности. И нам, по крайней мере, надо понимать, как к нему относиться. Ну, хорошо, на этом не останавливаемся. Идем дальше. Вот это кто? Ну, кто-то скажет, что это слезняк, кто-то скажет, что это оторванный листок, кто-то сказал, что это водоросль уже, да. Это брюхоногий моллюск, то есть, буквально улитка, да, только без панциря. Называется элизия хлородька. И если вы последите за ней внимательно, то чем дольше вы будете смотреть, тем меньше вы будете понимать, куда ее вообще относить. Потому что рождается элизия беленьким нормальным моллюском, ползает, все прекрасно, начинает, как все свои сородичи, питаться водорослями. У нее есть специальная такая терка, у моллюсков это распространенный тип ротового аппарата, терка. Они протирают клеточные стенки водорослей, высасывают из них питательный сок. Но вот в водорослях, в этих клетках, в них содержится что? Хлоропласты. Это органеллы, отвечающие за фотосинтез. И элизия научилась прекрасным образом переваривать все, кроме этих хлоропластов. Специальные клетки в ее кишечнике, в ее пищеварительной системе сверхразветвленные. Видите, какая она равномерно зеленая? Потому что она пронизана микротрубочками пищеварительной системы вся. И кроме слизистой кишечника, нормальной, как у нас, у нее есть специальные фагоциты в кишечнике, которые захватывают эти хлоропласты. Их сохраняют внутри и прекрасно пользуются ими для фотосинтеза. Такая элизия может не есть 9 месяцев, это для нее норма, потому что она прекрасно фотосинтезирует на солнце и ведет себя, в общем, как листок. Ну, такой листок, который умеет ползать сам, куда ему нравится, чтобы на солнышко лучше вставать. У них еще есть интересная особенность. Они иногда в периоды стресса отбрасывают все тело. То есть буквально у них голова не очень хорошо на теле держится. А там нервная система, ганглии, все как положено у моллюсков, там все серьезно развито. Но они могут, если что не так, отбросить все тело. Зелень, которая накопилась у них в голове, дает им энергию. Они же не могут питаться, кишечник-то отбросили. Зелень и хлоропласты от водорослей, которые накопились в голове, отростками кишечника в голове, поддерживают их энергетически так, пока они не вырастят новое тело. И это, в общем, для них норма жизни. Раз в какое-то время отбрасывать тело, ученые не знают почему. Они научились это индуцировать. Если ей надеть легкий ошейничек, такой чокер, знаете, на шею, немножко подзатянуть, все, процесс пошел, она тело сбросит обязательно. Считается, что это такой способ избавляться от паразитов. Они на жизнь наедают всяких паразитов. У брехоногих моллюсков вообще паразиты – это распространенная штука. Можно сбросить все тело, все паразиты сбросятся вместе с ним. Тело, в принципе, без головы живет тоже довольно долго, как вы понимаете. Так что паразиты тоже не в проигрыше. Это вот типичная win-win ситуация. Паразиты с телом, голова дальше поползла по своим делам, отрастила новое. Ну, тоже здесь по формальной классификации все-таки понятно, что это брехоногий моллюск животное. Но если мы подойдем к этому, как бы сказать, свежим взглядом, то на самом деле не так все будет просто. Есть еще разные странные вопросы по поводу того, а животное или какой-то живой организм, он вообще многоклеточный или одноклеточный. Кажется, что если из одной клетки состоит, значит, одноклеточный. А если из многих, то многоклеточный. Но вот вы мне скажите, вот слезевик, миксомицеты такие есть. Раньше их считали грибами, теперь это отдельное царство. Он одноклеточный или многоклеточный? Живет он так. Вот в старом пне, можете полюсу гулять, вот сейчас хорошее время, дождик идет, потому что слезевики, они живут в старых трехлявых пнях, потихонечку их по типу грибного питания переваривают, разлагают. И у них есть так называемый отрицательный реотаксис. Это значит, что они стараются ползти против потока воды. И если идет дождь, он стекает с пня, слезевик, всегда чуть-чуть его не видно, но он немножко вылезает, он чувствует, что по пню течет вода, значит, снаружи влажно, безопасно для него, не высохнет. И начинает выползать наружу, и появляются вот такие вот древовидные отростки. Вот это одна клетка, у которой сотни ядер, то есть множество ядер, и она живет всю жизнь как одна клетка сотни ядер, вроде бы одна клетка. Но вот перед тем, как размножаться, эти ядра расходятся по поверхности клетки, по площади, и между ними образуются отдельные клеточные стеночки. И потом уже отдельные к эти клеточки ядра идут в размножение. Это что, одноклеточные или многоклеточные? Понимаете, вот такой подход к классификации, который нам рассказывают, когда мы в самом чувствительном возрасте, что мы по образу жизни, по внешнему виду, как, в принципе, это все начиналось давным-давно, он очень быстро перестает работать, как только мы присматриваемся к разнообразию того, что у нас было на Земле. Ну, надо теперь изобретать какой-то другой подход. Ну, наверное, было бы хорошо найти у живых организмов какую-нибудь одну штуку, которая несет информацию о том, как они устроены, и их по ней можно всех сравнить. Эта штука есть, она была найдена, вы все ее знаете. Это у нас что? Молекула ДНК, конечно. Это информационная молекула, которая содержится в каждой клетке, в каждом ядре слезевика, в каждом хлоропласте, в каждом ядре элизии и вообще везде. И что приятно, она у всех примерно одинаково устроена. То есть это большая молекула, длинная вытянутая молекула, состоящая из повторяющихся одних и тех же букв, как 4, А, Т, Г и С. И вот в этом четырехбуквенном коде закодирована информация о метаболизме, а значит, как бы и об образе жизни, всего организма. Очень удобно научиться ее читать и сравнивать. Хорошо, начали делать это, изобрели машинки, которые читают ДНК, изобрели алгоритмы, которые умеют это хорошо сравнивать, и сделали классификацию всей клеточной жизни. Выглядит она примерно вот так. Что здесь надо увидеть на этом рисунке? Надо увидеть, что мы видим три больших царства. Мы видим такие, царства это я говорю преуменьшительно, три больших мегакатегории живых организмов, клады. Мы видим эукариоты, это клеточные организмы с ядром. Это как мы устроены, как устроены брехоногие моллюски, водоросли и многие другие. Мы видим археи, это микроорганизмы одноклеточные, либо колониальные, без ядра. И есть еще бактерии, это другие одноклеточные, либо бактериальные микроорганизмы без ядра. И глядя на вот эту схему живого, как мы ее анализируем? Мы видим, что эукариоты и археи супер близкие родственники, несмотря на то, что у одних есть ядро, у других нет. В то же время бактерии очень далеко по родственным связям отстоят и от эукариот, от нас с вами, и от археи. И при этом по биоразнообразию примерно в три раза больше, чем археи и эукариоты вместе взятые. То есть что это означает? Это означает, что две взятые бактерии, там из почвы возьмете, могут быть друг другу более дальние родственники, чем вы и метаногенная архея в болоте где-то, которая одноклеточная, сидит, производит метан, без кислорода вообще. И вот вы с ней более близкие родственники, чем две случайно взятые бактерии. Например, из кишечника можно взять какую-нибудь фермикуту, и из кишечника можно взять из нашего же альфа протобактерию, они там тоже живут. И вот они друг от друга сильнее отличаются, чем вы, от метаногенной археи. Понимаете, вот уже что-то как-то трещит по швам, классификация с растениями и животными. И тут, обратите внимание, это клеточные формы жизни. Здесь нет вирусов. Что будет, если в эту ситуацию добавить вирусов? Будет примерно так. Вот это токсономическое древо жизни, где все формы жизни, которые у нас сегодня есть, а я утверждаю, что вирусы — это тоже формы жизни, нанесены. И мы видим, что бактерии, эукриоты, археи, они занимают примерно четверть. 75% всего биоразнообразия на Земле — это вирусы, которые отличаются, ну, подавляют, просто съедают, как Пекман, всю остальную жизнь своим невероятным многообразием и большинством. Понимаете, если посмотреть на вот клеточные формы жизни, они с точки зрения вирусов вообще все на одно лицо, ну, буквально, да? Потому что вся информация закодирована в ДНК. Вирус не понимает, а почему только в ДНК? Есть же еще РНК. А РНК может быть одноцепочный или двуцепочный. А РНК может быть кодирующая, может быть антисенсор РНК. А может быть еще одна молекула РНК, в которой две разных рамки считывания зашиты, чуть-чуть со сдвигом, и получается, что два набора белков в одной молекуле закодированы хитрым кодом. У нас ДНК двуцепочная, у вируса бывает двуцепочная, бывает одноцепочная. У нас ДНК линейная, вот у нас с вами. У вируса бывает линейная, бывает кольцевая. То есть все, что можно вообще придумать, исходя из биохимии живых организмов, вот на самом фундаментальном молекулярном уровне. Вирусы все это прекрасно реализуют, а мы с вами занимаемся примерно одним и тем же, что с бактериями, что с археями. Мы, в общем, довольно-таки какую-то одну стратегию выбрали, и друг на друга сильно похожи. И вот интересно, что тут помечено, я тоже хотел подсветить, что коронавирус отличается от вируса гриппа неимоверно сильнее, чем вы отличаетесь от бактерий. Понимаете, они вообще далекие родственники, далекие. Хотя, казалось бы, это связано именно с тем, что мы анализируем ДНК. По ДНК они сильно не похожи, по образу жизни довольно сильно похожи. Они даже рожают примерно одни и те же клетки. Ну, в общем, много чего делают одинаково, но вот устроены они совершенно по-разному. И поэтому лечат их по-разному. И поэтому вакцины от коронавируса не помогают от гриппа и наоборот. И много еще других различий у них есть. И вот в этом свете, понимаете, кажется даже немножко обидным, что когда человеку говоришь вирус или говоришь бактерия, у него единственная ассоциация возникает – это болезнь. Понятно, что их так много, они такие разные, и они настолько фундаментальнее нас и вообще много чего, что болезнь – это маленькое-маленькое одно их проявление. Они еще много чего умеют. И я поэтому сегодня хотел поговорить о том, что вирусы и бактерии в нашей жизни, чтобы нам было поинтереснее, делают, кроме того, что вызывают болезни. И вот такое вот пространное было вступление, чтобы вы поняли, почему про болезни сегодня не будем говорить. Потому что про болезни все понятно, и это очень мало. И в первую очередь хотелось бы поговорить о том, как вирусы и бактерии вообще привели к тому, что мы с вами есть. Как они послужили, сыграли свою роль в эволюции того, что мы называем эукариотической клеткой, клеткой, из которых собран наш организм. Для этого нам придется вспомнить, как клетка устроена. Я приведу рисунок. Не обязательно читать все надписи. Если вы их еще не помните со школы. Но что здесь важно? Вот так устроена наша с вами клетка. У нее есть оболочка, внутри есть какая-то стоплазма. Это такая жидкость, где происходят все биохимические реакции. И куча-куча разных органелл. В принципе, практически все клетки устроены так. И бактериальные, и архейные, и наши. Но вот у наших есть существенные отличия, о которых мы сегодня поговорим. У них есть ядро. Вот оно такое большое и фиолетовое. В котором содержится ДНК. И это считается сверхдостижением эволюции. Почему? Потому что отделение ядерного аппарата от биохимического аппарата позволяет осуществлять более тонкую регуляцию. То есть, понимаете, если у вас один котел, в котором все варится, то у вас все взаимодействует со всем. А если вы книгу рецептов отделили, вы можете отдельно работать с книгой рецептов, отдельно варить. Это дает вам, как бы немножко развязывает руки. И это действительно так. И вот вся тонкость, как бы и многоклеточность считается связана с этим. И тонкость биохимии у креотических организмов, она связана с тем, что у нас разделена книга рецептов, ядро. И, собственно, котел, в котором эти рецепты варятся. И второе, что важно, и сверх важно, это наличие вот этих вот красненьких бобовидных структур с выростами внутри, которые называются митохондрии. Их традиционно описывают как энергетические станции клетки. И это действительно тоже сверх такое достижение эволюции наших клеток, потому что митохондрия помогает нам осуществлять кислородное дыхание. Надо помнить, что кислород – это вообще яд. То есть мы как бы им дышим, мы любим его, и без него нам тяжело. Но вообще-то это очень ядовитое сверхреакционно способное вещество. Если много таких молекул реакционно способных, как кислород, там есть всякие активные формы азота, которые сильно канцерогенные, неприятные. Есть много чего такого, что окисляет биологические молекулы, что мы сильно до сих пор не любим. Но вот благодаря митохондриям мы научились кислород использовать для окисления органики и добывать из нее намного больше энергии, чем это было возможно без них. И это питает всю эту метаболическую машину, которая позволяет нам существовать. Понимаете, многоклеточность и поддержание и движение – это сверхзатратные процессы. До изобретения кислородного дыхания этого в биосфере не было, потому что слишком дорого было делать. Метахондрии позволили это сделать, и поэтому мы сегодня сконцентрируемся на нем, на них, на метахондриях и на ядре, как на таких ключевых мейлстоунах. Это не все, что есть, поэтому просто тут как бы у нас час времени, я постараюсь в него уложиться. Но вообще еще происхождение клеточного скелета, которым мы отличаемся от бактерий архий, это отдельный большой вопрос, который повисает тенью вообще над теорией абиогенеза, потому что происхождение клеточного скелета – это очень сложная штука. А еще есть так называемая компартментализация клетки. То есть если вы посмотрите, клетка вся поделена на отдельные такие пузырьки. Это вот дополнительные компартменты, это дополнительные котлы, в которых, может быть, свои реакции происходят. Опять же, дают преимущество, но вот у бактерий такого очень малого практически нет. То есть раньше считалось, что есть, а потом выяснилось, что это были артефакты микроскопии. Вот когда я учился в школе, не так давно, впрочем, ну то есть там, не знаю, 15 лет назад, когда мне на уроках биологии это рассказывали, мне рассказывали, что у бактерий бывают впячивания внутренней мембраны, на которых происходят биохимические реакции. А вот когда я учился в университете, уже стало известно, что это были артефакты микроскопии, никаких впячиваний нет, потому что, чтобы их поддерживать, нужны скелетные структуры, которые бактерии не умеют делать. А вот у нас есть, и это суперважно. Но мы про это сегодня говорить не будем, остановимся на ядре и митохондриях, потому что там информации хватит. Еще хотелось бы что-то кроме этого успеть рассказать. Итак, начнем с митохондрий. Смотрим на них внимательно и думаем, откуда они взялись. Митохондрия. Вот, похоже, в общем, на какую-то такую палочку. Что интересно в ней? У нее, во-первых, есть две мембраны, одна наружная, и она похожа на мембрану нашей пищеварительной вукуоли. Когда наша клетка питается, она захватывает пищевую частицу, она ее захватывает вместе с кусочком своей мембраны, то есть образуется выпячивание внутрь мембраны, частица пищеварительная оказывается окружена этой мембранкой, и дальше она, как такой пузырек, откупоривается, но не наружу, а внутрь клетки. К ней подходит другой пузырек с пищеварительными ферментами, все это переваривается, мы это всасываем и спокойно живем. И вот эта наружная мембрана митохондрии, она, в общем, идентична построению мембраны пищеварительной вукуоли нашей с вами клетки. А вот внутренняя мембрана по составу липидов отличается, и она похожа на бактериальную мембрану. Что еще интересного есть у митохондрии? У митохондрии есть своя ДНК, что, в общем, довольно дерзко для органеллы. Ну, то есть, казалось бы, это что-то такое, что должно вам служить и не иметь, собственно, информационной молекулы, в которой все записано. Но, оказывается, у митохондрии своя ДНК есть, и причем устроена она, опять же, по бактериальному типу. Она кольцевая, в ней содержится набор генов, которые позволяют митохондрии работать. У митохондрии есть свои рибосомы, это еще одни органеллы, которые позволяют синтезировать белок. Это суперважно. Они как бы переводчики с языка ДНК на язык белков. Это те органеллы, которые позволяют считывать ДНК, как машинки, и позволять клетке осуществлять какую-то работу. Так вот, у них тоже есть рибосомы, и тоже свои. Они не похожи на рибосомы, которые снаружи митохондрии в наших клетках плавают. Они весят меньше и осаждаются быстрее, и они тоже устроены по бактериальному типу. То есть вся молекулярная биология митохондрии говорит, что это бактерия, которая почему-то сидит внутри нашей с вами клетки, каждой клетки в огромном количестве. Она размножается внутри нашей клетки независимо. То есть клетка может не делиться, а бактерия будет делиться, ну, митохондрия будет делиться сама. Потому что нужно. Вот ей в голову сбрело, есть какие-то регуляторные механизмы, но в целом она сама это контролирует. И еще она, на самом деле, имеет довольно большое влияние на нас с вами. Через митохондрию проходят основные биохимические пути запрограммированной клеточной гибели. То есть функция митохондрии нужна, чтобы клетки понимали, когда им жить и когда умирать. И, в общем, что тоже довольно серьезно, просто для какой-то органеллы. И вот ученые посмотрели на все это, и, наверное, предположили, что, может, это и есть, ну, как сказать, бактерия, которую когда-то наш далекий-далекий предок съел, но вместо того, чтобы переварить, как Элизия, брюхоногия, моллюск, которую мы сегодня уже обсуждали, он ее оставил внутри. И, вероятно, так оно и было. То есть это называется теория симбиогенеза. То есть мы как бы с бактерией митохондрии находимся в симбиозе, друг другу помогаем, мы ей даем органическое вещество, она нам дает машинерию по использованию кислорода, и мы вместе от этого выигрываем. Вот так примерно выглядит как бы путь этого симбиогенеза схематично. То есть была какая-то клетка-предшественница, у нее уже, вероятно, было ядро, и, вероятно, был цит-скелет, что важно напомнить, потому что она должна была захватить бактерию, которая научилась дышать кислородом. Это произошло примерно 3 миллиарда лет назад, там от 2,5 до 3,8 миллиардов, там по разным оценкам, когда так давно, обычно плюс-минус миллиард лет, такая точность в оценках биологов. Когда еще только-только появился в атмосфере кислород? Потому что первая жизнь, она была вся анаэробная, в атмосфере Земли не было кислорода, она была сильно, как сказать, восстановленная была атмосфера, был водород, был аммиак, было много всяких соединений, восстановленного кислорода, свободного не было. Несмотря на то, что это один из самых распространенных элементов земной коры, но он реакционно способный, он весь был связан с минералами, связан с какими-то веществами, в общем, свободного не было. И вот какие-то замечательные микроорганизмы изобретают фотосинтез себе на голову, то есть они начинают при помощи энергии света производить органическое вещество, и побочным продуктом этого фотосинтеза оказался кислород. Он был очень опасным, очень вредным и очень неприятным побочным продуктом. Кислород окислял все вокруг, окислял органику, окислял клетки, которые были, убивал их, то есть было очень плохо, и все страдали. Реально после изобретения фотосинтеза была стагнация, там было уменьшение количества видов, было снижение биоразнообразия, потому что кислород начал всех убивать, он ядовитый. Пока не появились какие-то бактерии, примерно известно, я не буду сыпать именами, там какие-то длинные названия латинские, но, в общем, примерно известно, что это были из-за бактерий, которые научились этим кислородом дышать. Они научились при помощи кислорода окислять органику более полно, потому что пока было бескислородное дыхание, мы умели только брожением заниматься, но не мы с вами, а наши далекие предки. То есть это дыхание в общем виде называется гликолиз, тоже в школе проходит. Это когда берем изначально сахар, есть там 5, по некоторым оценкам 10, в зависимости от того, как далеко мы заходим, реакций, которые постепенно эту молекулу сахара разрезают на все более маленькие куски, доходя до трех углеродных сегментов. И в процессе этого появляются две молекулы АТФ. Молекула АТФ, вы это считаете, как деньги в клеточном мире, это суперважная штука, она нужна для всех реакций. Эта энергетическая молекула, она несет в себе энергию химических связей, которая потом в другом месте может быть использована для того, чтобы сделать то, что вам надо. Так что мы все хотим наращивать огромное количество АТФ. До кислорода умели только в гликолиз, но чуть-чуть подальше, после этих глицерофосфатов и дигидроксиацетонфосфатов, можно было получить лактат, перуват, там есть какие-то другие конечные молекулы, как вот в брожении. Можно спирт сделать, можно уксус сделать, можно молочную кислоту сделать, в зависимости от того, какое брожение будет, такой продукт получится. Но все это бескислородные процессы, они могут иногда в присутствии кислорода идти, но они его не утилизируют. Поэтому они неэффективны, мало окисляем. Куча восстановленных связей, посмотрите, любая связь CH, это связь, в которой куча энергии запасена, ее можно еще подоить. А вот кислородное дыхание, полное клеточное дыхание, так называемое, оно состоит уже из трех этапов. Когда мы начинаем с гликолиза, доходим до всех этих глицерофосфатов и перуватов, и дальше они передаются в митохондрию. А в митохондрии есть два дополнительных этапа. Первый называется цикл Крепса. Это такой метаболический цикл, вот что важно, это цикл, такое веретено, которое все время крутится, и в него можно подбрасывать совершенно с разных сторон дровишки, можно разные продукты подавать в этот цикл. И из него выходят молекулы, которые идут к третьему этапу, который называется окислительное фосфорилирование. Вот это этап, который проходит с участием кислорода, и он доводит окисление этой молекулы глюкозы буквально до углекислого газа, до СО2. Вот из СО2 энергию извлечь уже сложно. Ну то есть можно там, например, в СО2 может гореть, по-моему, всякие щелочные земельные металлы, высокореактивные металлы умеют гореть в атмосфере СО2, то есть они еще сильнее могут окислить углерод, и точнее окислить с кислородом сильнее, чем углерод, там такая хитрость. Но в целом в органическом мире ниже СО2 вы по энергии не опуститесь, и такой подход позволяет извлечь вместо двух молекул АТФ на цикл 36, 38. То есть 36 молекул мы получаем в выигрыше. То есть понимаете, больше чем сколько? 38 делить на 2, это что ж, 19. 19 раз мы получаем выигрыш по энергии, просто потому что научились пользоваться кислородом. Ну травит он, ну ничего, придется потерпеть, зато 19 раз выигрыш по энергии. Это первое, то есть выигрыш по энергии ошеломительный, поэтому мы такие огромные с вами, мы можем бегать, ходить, думать, кучу энергии тратим, что не могли себе позволить микроорганизмы на бескислородном дыхании. Все, кто сегодня дышит бескислородным дыханием, они все живут на земле столько, сколько и мы, но они не смогли так развиться, у них не было сил, а вот у нас были. И что еще важно, цикл Крепса суперважен, это генератор метаболического потенциала, потому что вот видите, сколько промежуточных продуктов в гликолизе. То есть в итоге получается 2, ну там еще можно парочку, если подумать, написать 3 углеродных продуктов, которые могут быть использованы потом заново для построения собственных молекул. То есть из них можно даже что-то строить заново, но их совсем немного, этих исходничков. В цикле Крепса там еще 7-8 молекул добавляется других, которые тоже служат источниками для пластического обмена, для построения своих собственных молекул. То есть это метаболический потенциал и универсальность. Эту митохондрию за счет цикла Крепса можно кормить чем угодно. Спиртом можно кормить, уксусом можно кормить, можно кормить бутератом, ну это бета-гидроксибутератом, не наркотическим веществом. Можно кормить пропионатом. В общем, совершенно разный продукт она принимает на вход, все переваривает цикл Крепса и дальше превращает в энергию. Очень удобно, гликолиз так не мог. В гликолизе всегда есть специализация. Есть уксусно-кислые бактерии, они вот только до уксуса сбраживают, они мало чего умеют производить. Есть молочные кислоты, да молочные кислоты, есть спиртовые. Понимаете, они друг к другу не пересекаются. Один организм делает один продукт. А вот тут цикл Крепса делает все на свете. И это тоже оказалось очень удобно. Поэтому вот такое вот, как сказать, экспроприация, захват чужеродной клетки, которая потом стала метахондрией, оказался сверх выгодным и дал, в общем, начало нам с вами, и дал начало практически всей жизни на Земле. Потому что это все на Земле, я имею в виду на суше. Потому что это все происходило еще в влажной среде, в море. Тогда не было, как следует, кислорода, мало было еще, озонового условия не было нормального. И ультрафиолетом от Солнца так все выжигало, что на Земле ничего жить не могло. Нужно было примерно сантиметров на 50 под водой, потому что вода хорошо ультрафиолет поглощает, и тогда можно было существовать. В общем, тоже были сложности. Ладно, с метахондриями практически закончили. Такая же история про хлоропласты, про фотосинтезирующие органеллы, и про них еще куча разных свидетельств того, что хлоропласты точно съели. Потому что хлоропласты есть у очень многих живых организмов, у простейших всяких разных микроскопических водорослей. И вот оказывается, что у метахондрии у нее всегда две мембраны. Как бы одна вот эта пищеварительная, одна ее собственная. У хлоропласта бывают три мембраны, бывают четыре мембраны, бывают семь мембран. Вот есть динафлагелята, вот видите, это микроскопическая фотография такой, я не могу сказать водоросли, это динафлагелята они называются, их водорослями называть нельзя. Это фотосинтезирующий одноклеточный микроорганизм. У него трехмембранный хлоропласт. Потому что почему? Значит, какой-то его предшественник съел бактерию, потом динафлагелят съел его, одну мембрану умудрился растворить, потому что была лишняя, осталось три. Вот есть сверху такие разноцветные и красивые, это диатомовые водоросли. Между прочим, мы им обязаны всем современным кислородом на Земле. Кто-то говорит, что леса Амазонки, легкие планеты. На самом деле нет, в океанах живут диатомовые водоросли. Вообще-то площадь океанов намного больше, чем площадь суши. Там живут диатомовые водоросли фотосинтезирующие. Они производят основную часть кислорода, который на Земле сейчас свободный. Так вот, у них четыре мембраны на хлоропластах. То есть кого-то съели два раза, и вот все четыре мембраны остались. Есть какие-то бешеные организмы, у которых буквально семь. Как нечетное число получается, не спрашивайте. Я спрашивал нашего преподавателя в университете. Я биофак МГУ заканчивал, у нас был курс по зоологии, по микологии, ольгологии. Мы проходили все это. Профессор нам, когда про них рассказывал, он говорил, что он там был и видел все сам. Это такой профессор Малахов, легендарная личность на биофаке МГУ. Но не рассказал, почему может быть три мембраны и семь. Этого никто не знает. Но, вероятно, это недавние какие-то продукты захвата и симбиогенеза, которые вот до нас дошли и еще не успели сократиться до оптимального какого-то удобного количества мембран. Да, давайте дальше. В общем, такая же история с ядром. Да, вопрос? Коллеги, извиняюсь, если не против, мы вопросы все после лекции, потому что иначе вас не слышно в трансляции. Давайте отложим, да, мы сможем после лекции так, чтобы было тем, кто трансляцию смотрит. Мы передадим микрофон. Я тогда договорю, но вы не забудьте, хороший вопрос. На самом деле много чего фигурирует. Ну, в общем, обсудим. Давайте тогда дальше пойдем. Ядро. Ядро тоже выглядит странно, если вы на него внимательно посмотрите. Ядро нашей с вами клетки, к которой мы вроде бы привыкли. Первое. Что мы видим? У него тоже две мембраны. Почему-то. А зачем? Ну, вообще-то не очень понятно. Зачем? Есть наружные и внутренние, которые по-разному устроены. Второе. ДНК организована как линейные хромосомы. Если считать так наивно, что сначала были бактерии, потом были ядерные организмы, то вообще-то у бактерий ДНК кольцевая. И никакой другой не бывает. А почему-то у нас линейная, откуда она взялась. Кто порезал эти кольца и зачем? Как бы смысла не было. Третье. ДНК. Она находится в особой упаковке, связанной с белками, что тоже у бактерий никогда не встречается. То есть, опять же, непонятно, откуда оно взялось. И ядра способны к самостоятельному удвоению. Мы видим это в разных организмах, что иногда ядра делятся, а клетка не делится. Все немножко к митохондрии себя ведут, тоже такие самостоятельные. Могут поделиться ядра зачем-то. У некоторых организмов всегда два ядра. Там вот в инфузории туфельки. У инфузории вообще это распространенная история. У них ядерный аппарат. Вроде бы тоже нам про них рассказывают. Такие эукариотические организмы, похожи на нас. Только вот одноклеточные бегают, кого-то там едят. У инфузории ядерный аппарат. Это что-то с чем-то, для размножения. Оно не работает. Хозяйственное ядро суперполиплоидное. Там все гены умножены на 10. Их очень много копий. И супер порезаны на маленькие кусочки, чтобы удобно было считывать. А ядро для размножения маленькое, компактное и супер сильно упакованное, чтобы оно не повреждалось, чтобы его никто не трогал, чтобы хорошо хранилось. И оно активируется и распаковывается только в момент размножения. Там вообще совершенно другая история. Хотя организм вроде бы нам близкий родственник. Вот я хочу сказать, не близкий. Да, так, я случайно нажал, заспойлерил вам историю. В общем, есть хорошая теория про то, что ядро нашей клетки так сильно отличается от бактериальной клетки, потому что она никакой не бактериальная и вообще с ней не связана, а это вирус. Это вирус, который когда-то давно заразил клетку, предшественницу нашу, и остался в ней жить. И захватил ее, и просто начал ей управлять. Понимаете? Что, в общем, для вируса свойственно. Как бы ожидаешь от вируса такого поведения. И, в общем, это одна из теорий. Есть много разных. Я тут скажу сразу. В отличие от симбиогенеза с метахондриями, где это научный консенсус. То есть то, что симбиогенезом произошли метахондрии и пластиды, это, в общем, так думают большинство разумных ученых на сегодняшний день. Если какие-то новые данные не появятся, мы так и дальше будем думать. Здесь происхождение ядра на много более сложный вопрос. Во-первых, это раньше произошло. Во-вторых, там больше разных хитростей и сложностей. Но интересная теория состоит в том, что были огромные вирусы. Они называются сегодня мимивирусы. Чем они интересны? Они интересны тем, что они относятся к так называемым нуклеоплазматическим вирусам. То есть это вирусы, которые промежуточное положение занимают между вирусами и клеточной жизнью. У них есть гены метаболизма, у них есть гены, которые не встречаются ни у каких других вирусов. Для специалистов скажу, это гены аминоцилт-РНК-синтетаз. Это гены ферментов, которые подтаскивают аминокислоты к рибосоме, чтобы синтезировать белки. Вот эти гены есть только у клеточной жизни. У вирусов они как бы не нужны, потому что вирусы всегда пользуются чужими. А вот у этих свои, и причем уникальные, изобретенные ими. И эти, они довольно огромные. У них есть, помимо капсида, белковой оболочки, свойственной всем вирусам, у них есть еще мембрана. И они, когда заражают клетку, могут довольно долго там оставаться. То есть это такая история, в общем, в этом смысле перспективная. Плюс геном мимивирусов линейный, не похож на бактериальный. Это линейный геном из двуцепочной ДНК, точно-точно как наш. У них поменьше длина генома, но это ничего страшного, нарастить геном дело нехитрое. И присутствует, что важно, мусорная ДНК. В ДНК бактерий, вот знаете, на РНК слышали, что там 90% человеческого генома это мусор, мусорная ДНК. Это свойство не только человека, хотя казалось бы, а свойство на самом деле всех эукариотических организмов. У прокариот мусоров ДНК практически нет. Там можно что-то назвать мусором, но у них очень компактный геном, а у нас нет. И вот этих вирусов тоже нет. У них тоже, у них правда не такое соотношение, у них ровно наоборот. У нас типа 10% значащие, вот 90% мусорные, там по разным оценкам. У них наоборот, 90% значащие, 10% мусорные, но эти 10% мусорных откуда-то взялись, и они похожи на наш. Понимаете, какая напрашивается история? Что для того, чтобы появилась наша с вами клетка, которую мы считаем особенно уникальной своей, нужно было, чтобы была какая-то анаэробная, дышащая бескислородная, предшественница, амебоидного типа, которая умеет что-то захватывать. Ее сначала заразило вирусом, который захватил ее и поработил. Потом этот уже зомби-агрегат съел бактерию, которая умеет дышать кислородом, и вот тогда уже получилась наша с вами клетка. И тогда начался отсчет вот как бы той жизни, которая нам с вами наиболее интересна, которую мы видим вокруг. Вот такая вот интересная теория, ей разные подтверждения находят. Вот на сайте РНФ нашел интересную новость. Год назад или два группа ученых из Петербурга нашла интересное тоже явление. Вот эта вот бактерия, она в кадр вся не попадает, довольно крупная, которая заражена вирусом бактерий, бактериофагом. И оказалось, что в процессе размножения вируса внутри бактерии буквально образуется то, что назвали псевдоядро. В центре бактерии возникает сгусток генетического материала вируса, окруженной оболочкой, не липидной, правда, а протеиновой, но, в общем, не так далеко, которая связана с многими белками, поддерживающими ее структуру. И если вы посмотрите на структуру, вот тут специальная фотография по красителям покрашенного генетического этого материала, он прям, ну, заметно напоминает то, что мы видим в нашем с вами ядре. Если вы в микроскоп на окрашенное ядро человеческой клетки посмотрите, в нормальном, как бы, функционирующем состоянии, оно будет тоже похоже выглядеть. То есть, вот, похоже на это. И это то, что мы видим, просто заразив бактерию вирусом. Уже не так далеко от того, чтобы этот вирус, чтобы вот этот, как бы сказать, ядерный аппарат, псевдоядро, просто осталось там подольше, и начало манипулировать клеткой, в общем, по своему разумению. Это потому, что ядро, в смысле, генетический материал самой бактерии в этот момент отталкивается, он обычно в центре, он выталкивается на периферию клетки, начинает хуже работать, там вообще все плохо начинается, но такой зачаток ядра тем не менее образуется. Так что гипотез там много. Есть гипотеза, что все-таки бактерия была нашей предшественницей, есть гипотеза, что это была архея, потому что архей, геном похож на наш больше. А вот есть такая вирусная, точно вам никто не скажет, но мне вирусная гипотеза кажется занятной. Там еще есть интересный один момент, что некоторые вирусы, когда попадают в клетку, они вот делают не так, они, попадая в клетку, загибают ее мембраны так, чтобы получился такой котел. И это называется вирусная фабрика. Они размножаются не в основной цитоплазме, а они специально себе комнатку ограничивают, подтягивая одеяло со всех сторон. И вот эта вирусная фабрика тоже может считаться зачатком ядра. Нам преподаватель наш по вирусным геномам говорил, что он считает, что вот это тоже может быть предшественником ядра. Когда такая вирусная фабрика просто осталась надолго и потом в итоге оделась в оболочку и стала ядром. Так что гипотез много, тут никто не скажет. Про это хорошая книжка есть такой ученый, замечательный, Михаил Никитин. Может быть, знакомый, может быть, не знакомый. У него есть книжка «Происхождение аукариот», и он много чего хорошего написал. Вот он вот эти темы, про которые я сегодня говорю достаточно поверхностно, разобрал очень глубоко и очень интересно изложил. Если вам интересно state of the art, что сегодня про это думают, Михаил Никитин это в книжке написал. Посмотрите, классное вообще чтиво. Так, едем дальше. Хорошо, разобрались. Мы поняли, что вирусы и бактерии это у нас не просто болячки какие-то, которые антибиотиками надо лечить или чем-то другим, а это, в общем, в каждой вашей клетке вероятно точно абсолютно куча бактерий живет древних и, возможно, еще по одному вирусу. Но этим дело не заканчивается. Если мы посмотрим на святая святых, на человеческую ДНК, то мы много всего интересного можем в ней тоже обнаружить. Наш ДНК состоит из кучи всякого разного хлама, по-честному, если говорить. Есть белоккодирующая часть. Это часть, которая, собственно, заведует нашим метаболизмом. В ней содержится вся информация обо всех молекулах, которые что-то делают внутри нашего организма. А есть остальные 95% генома, которые, ну что попало, есть просто структурные элементы, которые поддерживают текстуру, как говорится, прикрепляются к оболочке ядра, чтобы все было распределено. Есть огромные протяженные поля бессмысленных повторов. Просто по три буквы. ТТА, 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 ТТА. И так 500 миллионов раз. Ну ладно, не 500 миллионов, это многовато. У нас 3 на 10 девятых нуклеотидов ДНК. Ну хорошо. Ну в общем, сотни тысяч раз. Повторенное одно. Зачем нужно? Непонятно. Есть, что самое интересное. Элементы нашего генома, которые не сидят на месте, а постоянно самовырезаются и перепрыгивают на другие места. Так называемые мобильные элементы нашего генома. То есть буквально участок говорит, ну что-то здесь скучно мне. Вырезается, либо копируется. И его копия идет в другое место и там врезается. При этом он может порушить какой-нибудь ген, может что-нибудь сломать, может клетку убить, может ничего не сделать, потому что, как вы понимаете, 95% генома не значащий, а значит 95% случаев она попадает куда хочет и ничего страшного не происходит. В общем, эти мобильные элементы занимают довольно существенную часть ДНК. Как минимум 9-8,8% занимают такие мобильные элементы, так называемые транспозоны или эндогенные ретровирусы. То есть слово вирус у нас всплывает. Мы знаем с вами, что есть такие болячки, как ретровирусы, например ВИЧ или гепатит С. Это вирус, который умеет встраиваться в наш ДНК. Так вот это экзогенный вирус, который снаружи пришел и встроился. Оказывается, у нас в геноме уже 10%, то есть больше, чем вся значащая часть генома. У нас есть уже, у нас лежит каких-то вирусов, которые нас давно заражали, и они там сидят и прыгают. Кто-то спит, кто-то перемещается, там по-разному бывает. И это вот сейчас в клетках нашего тела происходит. Это происходит так, что обычно ретровирус, когда приходит, он заражает какую-то клетку нашего тела, что называется соматическую, то есть клетку, которая не участвует в размножении, а вот структурную. Если он так заражает, то это призывает болезнь, ну либо ничего не вызывает, но по наследству не передается. Это вот эндогенным он не станет. Но некоторые вирусы по ходу эволюции, так случайно получилось, они сумели заразить наши половые клетки, яйцеклетку, либо сперматозоид. Если ты встроился в геном половой клетки, которая потом поучаствовала в размножении, ты передался по наследству. И теперь ты навсегда в этой линии организма закреплен. И так по ходу эволюции всей жизни мы накапливали, накапливали, накапливали багаж вирусов, которые рано или поздно заражали наши половые клетки и потом переходили в другое поколение. То есть это передающиеся по наследству вирусы наших предков. Их очень много, 9% нашего генома. Они прыгают и все портят, и никто ничего по этому поводу не делает. Ну ладно, на самом деле они в норме находятся в более-менее подавленном состоянии. То есть есть механизмы, которые не дают им прыгать, потому что если бы они прыгали, правда, было бы плохо. На мушках-дрозофилах это исследование. Я два года работал в лаборатории в магистратуре. У академика Гвоздева такой есть молекулярный биолог в институте молекулярной генетики на Щукинской. И там мы на мушках изучали вот такие прыгающие мобильные элементы как раз. Первые такие элементы, которые были открыты на мушках, из-за того, что они прыгали и как бы танцевали, их ученые назвали джипси, цыгане. И вот темой моей магистрской работы был кластер фламенко, потому что это был регуляторный элемент, который, если его выключить, заставляет джипси танцевать. То есть он разблокировал прыжки мобильных элементов. Такая ирония. Ученые вообще, когда гены называют, они всякие глупости придумывают. До сих пор в этой лаборатории у Гвоздева одна из ключевых, серьезных научных направлений занимается двумя белками. Один называется Паша, другой Дроша. Потому что Паша и Андрей открыли эти белки и назвали их Паша и Дроша. И теперь на всех мировых конференциях научных Пашу и Дрошу изучают. Это очень серьезная история. Есть ежик, соник, белок. Есть белки, называются Кен и Барби. Ладно, я долго могу продолжать. Давайте дальше. В общем, вы поняли, откуда у нас этот багаж мобильных элементов. Это наши половые клетки, кто-то заражал. И казалось бы, что это очень плохо и грустно. А на самом деле без этого, вероятно, мы бы с вами не получились. Потому что заражение таким ретровирусом может иметь существенные преимущества. Для этого надо посмотреть внимательно уже не на наши клетки, а на наше тело и наши органы и ткани. И первое, что мы здесь обсудим, это плаценту. Это такой орган, довольно важный для того, чтобы долго вынашивать потомство. Мы с вами плацентарные млекопитающие. Плацента – это барьерный орган, который позволяет правильно фильтровать кровь матери и обеспечивать ребенке кислородным питательными веществами, при этом не пускать туда ничего лишнего. Это такой фейс-контроль. Он токсичные молекулы фильтрует, он фильтрует патогены. И для того, чтобы эффективно фильтровать, плацента имеет особое строение, которое в общем не имеет практически никакая другая ткань нашего организма. Плацентарный барьер, он локально подавляет материнский иммунитет, чтобы он, не дай бог, не атаковал младенца. И второе, клетки плацента в этом барьере, они не отдельно друг от друга существуют, они как слезевик. Они сливаются в один большой синцитий. Это когда много клеток сливается в одну, называется синцитий. И вот когда мы видим слияние клеток и подавление иммунитета, первое, что мы думаем, вирусы. Мы думаем вирусы. Потому что вирусы, которые встраиваются в ДНК, они же хотят распространяться от клетки к клетке. И можно как это делать? Можно зараженной клетке выйти и заражить следующую, но это рискованно. Потому что ты можешь выйти и не наткнуться на следующую клетку. Могут тебя кто-то съесть, может повредиться на солнце, высохнуть. В общем, это рискованный случай. Поэтому некоторые вирусы, которые так делают, они не выходят из клетки, а они заставляют клетку сливаться с окружающими клетками. И таким образом они делают огромный синцитий из клеток и расширяют свою производственную базу. Клетки сливаются, сливаются, как мыльные пузыри, объединяются в один большой. Вот так же и клетки под действием специальных белков, которые вырабатывают вирусы. Это белки оболочки вирусов. Если они встраиваются в мембрану, она делается такой, как мембрана мыльного пузыря. Раз, два и слилась. И это позволяет им размножаться и передвигаться. И это то, что мы буквально наблюдаем в плаценте у нас с вами, у всех плацентарных млекопитающих. То есть изначально было открыто, что когда женщина беременеет, начинает носить ребенка, у нее появляются антитела в крови ее к вирусному белку, которым она никогда не была заражена. Этот белок кодируется эндогенным ретровирусом, тем самым мобильным элементом, который назвали ERV3. И это было первое открытие, которое показало, что плацента, вероятно, имеет вирусное происхождение. То есть плацента как орган без заражения вирусом не могла бы быть сделана. Но потом оказалось, это были большие разочарования. Сначала думали, что это дело во всем этом ERV3. Потом научились его выключать. У мышек, конечно, тоже плацентарные. И оказалось, что на развитие потомства это не влияет. Значит, все-таки он не обязателен для того, чтобы плацента функционировала. Но сразу за ним открыли второй эндогенный ретровирус. Его назвали HERVW. И вот его белок оболочки, это белок, который сегодня носит название синцетин. Это тот белок, под действием которого плацента образует свой барьер. Если синцетин заблокировать, ребенок не будет развиваться. Если недостаток синцетина наблюдается у женщины по какой-то причине, повышается вероятность преоклампсии. Это такое неприятное состояние, которое приводит к выкидышам. В общем, ребенок нормально не может развиваться, скачет давление, гипоксия, чего только нет. Такое комплексное, очень тяжелое состояние, которое очень трудно купировать. Оно возникает из-за того, что плацента не работает нормально, не снабжает ребенка всем необходимым. И это происходит благодаря синцетину, благодаря вирусному белку. Без него не работало бы. Это актуально для женщин. Но на самом деле мужчинам тоже есть чем похвастаться. Какой у нас есть второй синцетий в нашем организме? Медики и биологи тоже должны сказать. Кроме плаценты. Где у нас еще синцетий? Конечно, мышцы. Это наши мышечные волокна. Мышечные волокна в проценте эбрионального развития сначала являются отдельными клетками. Вот ранние дифференцировки миобласты они называются. Затем они сближаются, выстраиваются в рядочки и сливаются в один большой синцетий. Получается мышечное волокно, в котором много-много ядер, а клетка как бы одна. То же самое. И оказалось, что на мышках тоже было показано, что без синцетина мышцы нормально не развиваются. Синцетин – вирусный белок. Нужно, чтобы наша с вами скелетная мускулатура нормально работала. То есть, понимаете, вирус не только, чтобы наша клетка произошла, был нужен. Он был нужен, чтобы организовать структуры нашего организма. У нас там еще есть отдельная группа историй. Я про эту сделал отдельную лекцию про мозг вируса. Потому что открыты механизмы памяти, которые завязаны на эндогенные ретровирусы, их прыжки и перестройки. Там, в общем, довольно глубоко мы метаболически связаны с белками и какими-то такими, как сказать, функциями вирусного происхождения. Да, без них ничего бы не получилось. Вот такая вот интересная история. И говоря об этом, говоря о том, как вирусы позитивно на нас повлияли, трудно не упомянуть о том, что мы, в общем, у природы учимся. И мы видим, что раз в процессе эволюции из вирусов в наш организм к нашей пользе попадали какие-то полезные и хорошие белки, то, может быть, мы сможем что-то сделать сами, что позволит вылечить болезнь или как-то, в общем, помочь нашему организму, что будет вирус использовать как переносчик. И таких технологий оказалось довольно много на сегодняшний день. Ближе всего к нам в семантическом поле сейчас лежит технология, связанная с синцетином. На основе синцетина придумали средства доставки противораковых препаратов. Схема примерно такая, что делаются пузырьки мембранные, у которых на поверхности синцетин, а внутрь привязана молекула, которая подавляет раковую опухоль. Не будем сейчас говорить, что она конкретно делает. Эту молекулу колют в организм, она находит раковую клетку, с ней сливается. А там еще такой момент, что вот эти вирусы, которые поражают ДНК, они же тоже хитрые, и вот эти белки слияния тоже хитрые. Ведь, чтобы встроиться в ДНК в клетки, ведь помните, надо не только в саму клетку проникнуть, надо еще в ядро проникнуть, а ядро за двумя мембранами. То есть там жесткий фейс-контроль, ядерные поры, там они просто так не пропускают. Нужно иметь пропуск обязательно молекулярный. Поэтому вирус, он хитрит. Он заражает клетки, которые часто делятся, потому что в процессе деления ядро растворяется, чтобы потом два новых собрались. В этот момент ДНК экспонировано, и можно встроиться, не предлевая ядерную мембрану. И поэтому вот такие вот вирусы, они больше всего любят заражать и сливаются лучше всего с быстроделящимися клетками. Там есть тонкая настройка. И, соответственно, вот эти синцетины тоже будут лучше всего сливаться с быстроделящимися клетками. Это у нас в организме, в общем, быстрее раковых клеток особо никто не делится. Соответственно, они здесь под первым ударом, и это удобный способ таргетирования, навигации каких-то лекарств против клеток вот таких вот опасных. И можно любые вещества доставлять. То есть вот здесь представлено вещество, которое подавляет какой-нибудь ген в раковые опухоли, мешая ей расти. Также можно делать вакцины. Ну, на самом деле, вот современные вакцины, которые сейчас были выпущены против коронавируса, они, собственно, на основе вирусных векторов и были сделаны. Вот, потому что вирусы умеют заражать тонко определенный слой, часть наших клеток, и другие не заражать. И это, оказывается, удобно, когда мы хотим сделать вакцину. Ну, или можно на основе этого делать геноинженерные технологии, которые позволят нам в клетку, в культуре доставлять, что мы хотим. То есть это еще и технологическая такая история на основе вирусных белков. Вот, это синцетин. Но на этом, конечно, дело не заканчивается. Вот, мне кажется, одно из самых перспективных направлений, ну, это мое субъективное мнение, я не онколог, наверняка онколог скажет, что-нибудь более дельное, но мне всегда больше всего нравились онколитические вирусы, как противобухолевые агенты. Мы знаем, что сегодня, ну, в общем, такие методы лечения, как сказать, не операционно-консервативные, это называется, когда без вкрытия лечат, это радиотерапия, химиотерапия, да, появляются какие-то иммунологические методы, которые работают с не очень большой эффективностью. Вот еще есть набор методов, связанные с противоопухолевыми вирусами. Как я уже сказал, вирусы такого типа любят заражать быстроделяющиеся клетки. Соответственно, что можно сделать? Можно уколоть специальным, чуть-чуть подредактированным вирусом, человек с онкологией. Соответственно, вирус будет заражать, в первую очередь, опухоль, потому что опухоли, во-первых, опухолевые клетки, надо понимать, они довольно больные, то есть им плохо живется, они быстро делятся, но у них плохой метаболизм, вот они, кроме того, чтобы делиться, мало что умеют, и у них собственные защитные механизмы чаще всего сломаны. Соответственно, они больше подвержены вирусной инфекции любой, в частности, такой. Вирус заражает опухолевую клетку, намного хуже, или почти, или вообще не заражает обычной. В опухолевой клетке от этого активируется в целом в организме противовирусный иммунитет, потому что, когда мы заражаемся любым вирусом, у нас есть врожденный, неспецифический противовирусный ответ. И раньше иммунитет, часто так бывает при онкологии, был подавлен, а теперь мы заразили организм вирусом, и он не знает, что он убивает онкологию, он думает, что он убивает просто зараженную вирусом клетку неспецифическим иммунным ответом. Это первый этап, почему это хорошо. Второе, вирус размножается в раковой клетке, ее в итоге убивает, это тоже как бы, он физически убивает опухоль, а дальше, когда клетка опухоли оказывается поражена и разрывается, выходят вирусные частицы, соответственно, все метаболиты этой раковой клетки выходят в окружающую среду, что стимулирует уже специфический, приобретенный иммунитет, и клеточный, и гуморальный. Вырабатывается больше антител, которые имеют шанс подойти к другим живым клеткам опухоли, и всякие лимфоциты, фагоцитарные, они начинают тоже наводиться на метаболиты опухоли и имеют шанс ее повредить. То есть такого рода терапия противоопухолевый вирус, он не просто ее сам убивает, он еще все ресурсы организма подтягивает, чтобы на опухоль навестись. На мой взгляд, это вот концептуально красиво, к сожалению, это пока плохо работает, в смысле, что, во-первых, эти вирусы не всегда заражают именно опухоль, во-вторых, эффективность может быть небольшая, активирует свой собственный иммунитет или нет, это от кучи факторов зависит. А если у человека было несколько циклов радиотерапии, у него уже своего иммунитета как такового нет, то есть там много нюансов, но вот как направление концептуально, если это довести до ума, у нас много лабораторий этим занимается, не только у нас, это, на мой взгляд, очень перспективная история, и это просто вирусы, которые уже не болезнь, а лекарство. Это, кстати, продолжение старого принципа все яд, все лекарства, вопрос дозировки. Но здесь не про дозу, тут надо правильно применять. Так, едем дальше. Это я уже рассказал, это про механизмы того, как действуют онколитические вирусы. И, да, продолжая мучиться, расскажу еще коротко историю про такую самую яркую, то, что было за последние несколько лет, это про золгенсму. А на семноген, Аба-Первовек называется это лекарство, торговое название золгенсма. В общем, есть очень неприятное, неизлечимое ранее хроническое, наследственное заболевание, называется спинально-мышечная атрофия. Это когда у человека мутации, на самом деле в паре генов, СН1 и СН2, но ключевые мутации находятся в гене СН1, из-за них постепенно в спинном мозге постепенно умирают моторные нейроны. Те нейроны, которые несут сигнал к мышцам. То есть не те, которые передают, а вот те, которые уже до мышцы доводят. Они отмирают не сразу, не все, а вот постепенно умирают в течение жизни. И этот человек теряет возможность контролировать тело. Сначала мышцы спины, потом и до дыхательных мышц доходит, он задыхается. Руки при этом контролировать может, но, в общем, от этого не легче. И это всегда было неизлечимым. Были лекарства поддерживающие, специальные диеты, упражнения, но все это чуть-чуть отсрачивало, и было еще лекарство спинраза, которое нужно было принимать всю жизнь, и оно чуть-чуть замедляло этот процесс. Ну, не чуть-чуть, замедляло, в общем, но нужно было всю жизнь принимать, и оно не лечило. А потом нашли замечательный вирус АВ9. Это парадонавирус, кажется, он называется. Все время запутаю их столько много, этих вирусов. В общем, суть в том, что этот вирус умеет заражать нервные клетки, то есть хорошо проникают клетки спинного мозга, для него это не проблема. При этом он не вызывает никаких симптомов. Этот вирус, который в нас с вами, в общем, часто живет, он не вызывает болезней. Просто он у нас живет, он маленький, слабенький, сильно не размножается, клеток не убивает. Но вот живет и заражает нервные клетки. Что сделали ученые? Они вырезали из этого вируса все участки, отвечающие за его размножение, чтобы он у нас лишнего не плодился. Вместо них поставили здоровый ген СМН-1 и заразили этим вирусом человека. Вирус — это ретровирус. Он проник в нервную клетку, встроился в ДНК и принес с собой рабочую копию сломанного гена. И нейроны перестали умирать. Человек перестал умирать. То есть это не лечит уже существующие симптомы, в чем фишка этого лекарства. Надо укол сделать как можно раньше. То есть это вылечивает с первого укола, раз и навсегда. Один укол нужен на всю жизнь. Но если у вас уже умерли какие-то нейроны, оно их вам не вернет. Поэтому это надо диагностировать рано, делать укол рано, и тогда можно вообще никаких симптомов не получить. А те, кто сделали позже, просто фиксируются, и дальше компенсаторные механизмы у организма есть. То есть они могут как-то восстанавливаться, прогрессия останавливается. Это очень серьезная штука. Это был большой прорыв. Один укол этой штуки стоил два с лишним миллиона долларов. Но это не потому, что фармкомпании злые, а потому что, ну вы представьте, сколько стоит разработка этого лекарства. В среднем клинические исследования, и до этого лабораторные, и доклинические исследования, занимают около 15 лет до выхода на рынок такого лекарства. 15 лет работы группы ученых, лаборатории, реактивы, помещения, вот это все, они тратят миллиарды долларов на разработку. А дальше выясняется, что вам нужен один укол. Ну сколько должна стоить доза? Они же должны отбиться за время патента хотя бы. То есть за 50 лет там, ну нет, 10 лет патент на такие. Вот они за 10 лет посчитали, сколько нужно сделать уколов, чтобы отбиться, и дали цену на укол. То есть это небольшие деньги, но для человека они огромные, для компании это просто способ выйти в ноль. То есть, ну, они, наверное, заработают что-то на этом, но понимаете, то есть тут нет варианта, чтобы это было дешево. Но через 10 лет их патент кончится, и дженерик будет стоить очень дешево. Потому что на самом деле здесь красота в идее. Ничего дорогого в производстве этого лекарства нет. Нужно было в первый раз это сделать. А теперь уже знаем как. И через 10 лет это будет, ну, может быть, чуть-чуть больше. Это будет лекарство, которое доступно почти всем. И это неизлечимое раньше заболевание уйдет просто в историю, потому что мы нашли правильный вирус. Понимаете? Мы нашли правильный вирус, который не вызывает симптомов и хорошо доставляет нервные клетки. Я тут должен дать дисклеймер. Есть, иногда побочные эффекты есть. То есть это не прямо такое вот божественное амброзия. Там бывает же наторвота, какие-то такие вещи. Но если у вас спинально-мышечная атрофия, то вы, наверное, ну, как бы переживете. И было пара случаев смертей. Иногда этот вирус поражает печень. Вот именно этот вектор. Он может поразить печень. Клетки печени тоже делятся сильно. И, видимо, как-то перекрещивается история. И вот в России 110 человек получило этот препарат за последние несколько лет. Из них умер один. Вот от острого повреждения печени. И еще один в Казахстане умер. Остальные не умерли. А так бы умерли все. Так что тут понятно, что ничто не безупречно. Особенно в биотехнологиях всегда есть побочные эффекты. Я всегда привожу в пример. В клиническом исследовании всегда есть плацебо-контроль. Вот, например, в вакцинах есть плацебо-контроль, когда делают укол в плечо, но физраствором. Просто ничего не колят. Вот в плацебо-группе, где колят физраствор, на больших исследованиях всегда есть несколько смертей. Понимаете? То есть анфилактический шок на физраствор. Вот люди иногда странно реагируют. То есть даже абсолютно безопасная вещь может кого-нибудь убить. Поэтому не надо ни от чего ждать стопроцентной эффективности. Это надо просто понимать, когда мы в медицину заходим. Ладно, давайте дальше. Так, а сколько у нас времени осталось? У нас есть вообще время? Ну, по-хорошему, минут 10. Ну, я успею. Я просто очень хотел рассказать про вирус желтой кучерявости томата. Потому что это просто, ну, вы прочитайте. Во-первых, это вирус томата, который повредил мозг не томату, а повредил мозг насекомым. Как это? Как он, да? И еще и извлек из этого какую-то пользу. Это чудесная история про то, что вирусы умеют. Это просто супер. Я вам расскажу. Эта новость была на ресурсе N+.1. Если вы не знаете, что это, узнайте. Это супер местно. Там публикуют очень качественные, научно-популярные статьи от научных журналистов с хорошим образованием. Вот Светлана Ястребова. Одно с ней знаком. Очень сильный специалист и преподаватель, которая писала эту статью. И там все такие. Там хороший отбор. Да, и заодно это еще наш информационный партнер. Ну, вот видите, как здорово. Я просто читатель очень старый. N+.1 всегда их люблю. Вот. И всем всячески пропагандирую. Ну, так вот, что происходит? Смотрите, я вам расскажу немножко про кучерявые будни томатов. Значит, вирус этот поражает томаты, как вы поняли. Поражает их листья и делает их такими желтыми и вспучными. Поэтому называется желтой кучерявостью томатов. При этом есть у томатов, еще помимо вирусов, все напасти. Еще есть паразит. Называется белокрылка табачная. Ну, табак и томаты относятся, в общем, к одному семейству посленовых. И белокрылка табачная, она, в общем, любит табак, но любит и томаты. Причем она любит именно зараженные вирусом томаты. Вот. Ну, приготовленные, чтобы были, понимаете. Видимо, действительно, из-за повреждения вирусом клеток проще высасывать сок или что-то. Ну, то есть как-то проще питаться таким. И поэтому здоровая белокрылка, она предпочитает больной томат. Она предпочитает томат, зараженный этим вирусом. Вирус не мог этим не воспользоваться, как вы понимаете. То есть, ведь, если просто остаться в белокрылке, вот, вирус попал в белокрылку в пищеварительный тракт, ну и вышел, то ничего хорошего не произойдет, потому что белокрылка садится на зараженные, а здоровых избегает. Это значит, что она не разнесет вирус. Вирус не попадет на здоровое растение, то есть она ему как бы бесполезна. Что научился делать вирус? Вирус провоцирует иммунный ответ в организме белокрылки так, у меня есть там про этот слайд, да, так, что у белокрылки разрушается мозг. Ее нейроны включают специальный сигнальный путь, который ведет к апоптозу. Каспазы там активируются, такие есть белки, ведущие к клеточной гибели. И половина мозга умирает, при этом они теряют нормальное зрение и теряют обоняние. И они перестают различать больных и здоровых томатов. И начинают садиться и на здоровые томаты тоже. И если здоровые белокрылки идут только на больные, то есть приобретают вирус, то больные белокрылки, зараженные, с разрушенным мозгом садятся и на здоровые томаты. И значит, вирус распространился. Вирусу профит, белокрылка страдает. Ну, что поделать? Такая судьба у белокрылки. В общем, если паразитируешь, будь готов, что кто-нибудь будет паразитировать на тебе. Вот что здесь примечательно для специалистов. То есть мне специалисты могут подумать, как все логично и красиво, но специалисты должны «вирус растения заражает насекомое», потому что вообще-то вирусы сверхспецифичны в выборе хозяев. То есть вирусы заражают не просто организм. В нашем организме большинство вирусов заражает субпопуляцию клеток. То есть вы понимаете, вирус ВИЧ, иммунодефицит человека, страшная история, заражает только один тип клеток, Т-лимфоциты. Другие все здоровые. И также все вирусы, они вот один тип клеток выбирают, они очень избирательны. А этот пожертвовал своей вирусной природой, зато научился распространяться. И это очень красивая история. В общем, всегда люблю ее рассказывать. Так, и последние оставшиеся 8 минут я должен вам сказать, что управляет не только белокрылками, но и вами. Вы должны это понимать. И это по современным представлениям делают не вирусы, хотя вот говорю, про мозг и вирусы надо еще отдельно говорить. А это делают, вероятно, бактерии в нашем кишечнике. То есть все мы знаем, что в нашем кишечнике, в Толстом, есть большая такая микрофлора, что не очень грамотно называется, наверное, правильно говорить, микробиота. Это сообщество бактерий, микроорганизмов, там и дрожжи есть, всякие есть микроорганизмы, которых примерно в 10 раз больше по штукам, чем всех наших клеток с вами. То есть мы, если в штуках считать, больше бактерий, чем люди. То есть намного больше их там, значительно. И известно было давно, что биоразнообразие и здоровье этой микробиоты напрямую связаны с самочувствием и здоровьем человека. Сначала думали, что в первую очередь пищеварительные системы, а теперь оказалось, что не только. И я приведу несколько историй про это. Вот на мышах, например, есть замечательная тоже история. Вот такой случай был, что оказалось, что вот есть мыши, несущие особый тип кишечной палочки. Ну, штамм называется О16H48, это не так важно. Важно то, что эта бактерия в нас с вами обитает тоже и всегда считалась безопасной. Но вот оказалось, что если такую бактерию, вот именно эту кишечную палочку подселить крысам, то мышата у них рождаются нормальными, а растут хуже. Они меньше набирают вес, менее активны, застрессованы, меньше исследовательского поведения проявляют. В общем, плохо растут мышата. И ученые этих мышей разобрали по молекулам, чтобы понять, в чем дело. Бактерия в кишечнике у матери нормально родившегося мышонка замедляет рост. Первое, что подумали, это материнское молоко, что нарушается калорийность молока, состав молока, и что-то не так. Молоко в порядке, состав полный, жирность полная. Потом они подумали, что количество молока меняется, меньше пьют, потому что там что-то другое. Проверили, количество тоже правильное. Оказалось, что кишечная палочка сделала мышей плохими матерями. То есть, ну, вы понимаете уровень воздействия одной бактерии. То есть, единственное, что изменилось, это то, что после родов здорового мышонка эта мышь, мама, меньше времени с ним проводила, меньше его вылизывала и меньше грумила. От этого у мышонка развивается стресс хронический. И у него нарушается, видимо, там повышенный кортизол, но это они не показали. Они показали изменение гормонального фона. У него пониженный инсулин, подобный фактор роста, и, вероятно, много чего еще изменено. Из-за этого они набирали массу хуже, росли хуже, не такие приятные, в общем, как другие мышата. Одна бактерия в кишечнике у матери, да? Ну, то есть, механизмы там не ясные, спекулируют, спекулируют ученые, которые это исследование написали, что дело в трептофане. Ну, вы знаете, у нас есть такой нейромедиат, серотонин, премного сейчас про это говорится, который отвечает, в общем, за теплые чувства. Вот так скажем, за теплые чувства. Он опосредует много чего, в общем, двигательную активность и много чего, с чувствами не связано, еще и ощущение спокойствия, отсутствие тревожности, вот такие вещи. Вот серотонин синтезируется из незаименимой аминокислоты трептофан. Для этого трептофан доедать, вот нужно есть. Оказывается, что трептофан прекрасно синтезируется бактериями в нашем толстом кишечнике и у мышек тоже. И вот этот вот штамм этой кишечной палочки он трептофан не синтезирует. И сделали гипотезу, что у этих мышей наблюдался недостаток трептофана, и из-за голодания по трептофану было меньше серотонина и, вероятно, меньше окситоцина, и из-за этого хуже материнское поведение и привязанность к потомству развивалась, и поэтому оно хуже заботилось. То есть, понимаете, вот такой метаболический путь у нас от кишечника до мозга дошел. Ну и, в общем, становится понятно, что есть какая-то связь. У людей тоже есть связь. Вот самое такое очевидное, что на больших цифрах есть, это то, что нарушение состава микробиоты приводит часто к синдрому раздраженного кишечника. Да, ИБС по-английски называется. Это когда у вас хроническое легкое воспаление в кишечнике, там диарея, вот тут симптомы перечислены, вздутие. С этим люди живут годами, ничего не делают, но это просто нескомфортно, влияет на качество жизни. Так вот, оказалось, что у 50% пациентов с ИБС симптомы тревожности. То есть, у них реально тревога такая клиническая, которая не связана ни с чем другим, кроме того, что у них раздражен кишечник. И когда кишечник вылечивают, тревожность проходит. И механизмов этому может быть много. Сегодня описано минимум 5 таких вот мощных связей между микробиотом кишечника и мозгом. Это прямо так и называется gut-brain axis, то есть, некоторая ось, соединяющая кишечник и мозг, регуляторная. И, ну, первое, это прямой нейроанатомический путь, то есть, потому что наш кишечник очень тесно оплетен волокнами автономной нервной системы и волокнами отростками блуждающего нерва, vagus nerve, так называемый по-английски, точнее, по-латински, а по-русски блуждающий нерв он называется. И вот блуждающий нерв очень сильно задействован в процессах расслабления и напряжения, вот он опосредует многие расслабляющие реакции, и лишнее возбуждение блуждающего нерва, его стимуляция, она, например, вызывает тревожность. А если такому человеку есть такие эксперименты, по-моему, были на мышках, обрезать блуждающий нерв и начать стимулировать, то никакой тревожности не возникает. То есть, показано, что раздражение кишечника щекочет блуждающий нерв, который неправильным образом щекочет мозг и наблюдается тревожность и ухудшается симптомы депрессии тоже, но это просто отдельная тема, там чуть сложнее все. Вот, есть, значит, нейроэндокринный путь, потому что, если честно, кишечный микробиот синтезирует полный набор нейромедиаторов, сертонины, дофамины и габу, и бутераты, и что только они не синтезируют, в норме это, в общем, не проникает в мозг, потому что есть гематоэнцефалический барьер, есть барьер, как плацента, отделяющий мозг от всей остальной крови, чтобы был фейс-контроль, чтобы все, что мы съели, нам мозг не попадало, только то, что мы отобрали. Вот, в норме это хорошо работает, но есть данные о том, что когда у вас воспаление в кишечнике, вы там, ну, повреждена слизистая, нарушается проницаемость кишечника, что позволяет проникать многим токсинам, пищевым продуктам неполной переработки, кускам бактерий, чему только, вот чему не надо, проникать в кровь, а вот эти штуки могут нарушать стабильность гематоэнцефалического барьера, то есть он начинает пропускать больше, чем должен был, и это влияет на самочувствие, состояние, и на всякие разные штуки, и это вот тоже один из таких вот механизмов. Еще есть взаимодействие с иммунной системой, показано, что бактерии кишечника прямо взаимодействуют с иммунитетом, то есть они буквально контактируют с иммунными клетками, это необходимо для того, чтобы выстроить толерантность в младенчестве к нормальной микробиоте, потому что вообще-то бактерия же инфекция всегда, но вот когда только младенец родился и впервые заселяется, у него есть особый механизм толерантности к тому, что попало через рот, и к еде, к пищевым белкам такая толерантность развивается, на этом основано, кстати, несколько функций коллагена, которые убирают воспаление в суставах, когда вы его едите, если есть нативный коллаген, это вот новые такие разработки, сейчас Байер, я у Байера видел, если есть нативный коллаген, то он будет лечить суставы не потому что он до них доходит, а потому что механизм иммунной толерантности к пищевому белку заставит иммунные клетки не реагировать на коллаген, который артрозный, воспаленный в суставе тоже, и это позволит снизить воспаление в суставах, в общем, там такие есть хитрости, на бактерии это тоже работает, и они взаимодействуют с ними, а иммунная система, ну, в общем, она на все влияет, там невозможно разобраться, курс иммунологии, вот на биофаке, когда я учился, был самым страшным курсом всего, что было, потому что там, ну, там не просто 50 молекул, которые что-то разное делают, там каждой одной молекуле еще 20 рецепторов, которые полностью меняют ее эффект, и там получается такая сеть молекул и рецепторов, что понять, что будет, когда ты что-то, ну, что, собственно, произойдет, когда ты введешь эту молекулу, невозможно. Иммунная система, ну, как вот нервная, вот она по сложности, вот не меньше точно, поэтому здесь это как бы чисто, как-то символически написано. Значит, метаболизм, система метаболизма кищечных микробиотов это то, что микробиота модулирует пищевое поведение и синтезирует кучу метаболитов, которые влияют на энергетический обмен. Микробиота разная у полных людей худых, и она не разная в следствии диеты, а еще есть некоторый генетический компонент, связанный с предрасположенностью. Ну, и вот мукозальный барьер, я про него уже сказал, что нарушение мукозального барьера приводит к нарушению барьера с мозгом, и получается не очень хорошо. И последнее, что скажу, иногда микробиоты действуют прямо, если вы еще не знали, есть великолепный синдром, называется синдром автопивоварни, про него много кто рассказывает, но вот здесь просто как влияние микробиоты на самочувствие я не мог упустить. Это когда у вас такое нарушение микробиоты, что у вас много дрожжей в толстой кишке живет, и все сахара, которые вы едите, сбраживаются в спирт. Ну, не все, но многие. Соответственно, вы пьянеете от любого приема пищи, вы можете не пить никогда в жизни, но вы будете пьяны почти всегда. Это очень тяжелый синдром, как вы понимаете, это устойчивое нарушение микробиоты, которое раньше не лечилось вообще никак. Таким людям, во-первых, не ставили никогда диагноз, этот диагноз очень редкий, и врачи сами долгое время про него не знали. Соответственно, их сначала возили к наркологу, потом к психиатру, потому что они, очевидно, пьяницы, а говорят, что никогда не пили. То есть там очень тяжело этим людям жилось, водить нельзя, работать нельзя, прям сложная история, а лечить не получалось. Как это вылечили, только не повторяйте дома, фекальная трансплантация. Это когда вы берете образец здорового микробиота от другого человека, желательно от родственника, опять, я не зря говорю, не повторяйте, от родственника, и подсаживаете прямую кишку, и оказывается, что здоровая микробиота, она более сильная, чем больная, и она вытесняет. Но в редких случаях анафилактический шок и смерть. Поэтому такая история. В большинстве случаев помогает, но были случаи анафилактического шока, это такая серьезная штука. Так что, как вы понимаете, такой фаталистический у нас конец. Мы мало что решаем сами. Бактерии и вирусы не просто вызывают заболевания, а в общем являются частью нас самих, и на решения в жизни тоже влияют. Надеюсь, это избавит вас от каких-то тревог. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое за классную лекцию. Теперь вопросы. Напомню, что давайте уважать друг друга и по одному вопросу за раз. Самое интересное выбираем. Может быть, очень быстро. Метахондрии делятся. Как регулируется? Они же не могут всю клетку заполнить. Да, они не делятся просто так. Обычно метахондрии начинают делиться, когда клетка сама готовится к делению, увеличивается ее объем. Я не знаю точных молекулярных механизмов, но есть какое-то чувство кворума. У бактерий регулируется деление в колониях кворумом. Бактерии друг к другу трутся, и частота соприкосновения определяет, надо делиться еще или уже хватит. У метахондрии, по-видимому, похожая штука. Не прям прямую, но что-то в этом роде. Полезных вирусов или вредных больше? Больше нейтральных. И последнее. Белокрылку вирус заставляет, может быть, как этот грибок заставляет насекомых ползать куда-то? Может, он специально заставляет ее переползать? Нет, тут проще. Он ничего не заставляет, он просто ей портит обоняние и зрение. Она думала, что садится на только зараженное, а просто перестает различать. Нет, нет, там это проверяли, они все четко посчитали, там вот именно направленности нет. Спасибо. Да. Это про белокрылку. Так. Вообще, если про белокрылку, вирусы же, вот вы сказали, обычно действуют очень узкоспециализировано, это он как-то действительно изменился и смог перейти на белокрылку, или он ее просто там чем-нибудь травит, научился один токсин вырабатывать и все, потому что меня подумало, что это самое реалистичное. Нет, нет. Вот тут... Ну, типа, вот травит, у нее отмирает от какого-нибудь яда часть мозга, и она все. То есть он, может быть, ее даже не заражает, а скорее просто вырабатывает что-нибудь ядовитое, ядовитое пока в ней находится, или реально заражает прям каким-то образом? На самом деле, очень логичный вариант, но нет, он заражает. В этом и красота истории. То есть он на вирусы не умеет вырабатывать токсины, в отличие от бактерий. У них нет ничего особенного в геноме. Вот он их портит напрямую. Вопросов даже возникло больше, чем, так сказать, было изначально. Вот. Но первое, что хотелось бы отметить в положительном плане, то, что вы сняли, снимаете как бы, ну, такой, как это называется? Правильно. Я пока не понял, что вы имеете в виду. Ну, барьеры такие. Не барьеры, а то, что, не, 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 не розовые очки. Вы хотите сказать, популярно рассказываю, убираю барьер между специалистом и не специалистом? Тогда я вообще не понял, о чем вы. Нет, нет. Ну, то, что инерция мышления, как бы у нас, не прототипа, а как это? Все, я понял про инерцию мышления. То есть у вас были убеждения, а я помог с ними справиться. Стереотипы. Ага, да, окей. Стереотипы. Хорошо, спасибо. Значит, вот разнообразие очень большое, био, да, и хотелось бы, значит, узнать, в каком диапазоне температуры все это как бы работает. и это связано вот с первым вопросом, который я задавал в отношении, значит, только органическое, на основе углерода только возможно, или другие элементы тоже, там, скажем, вот серебро, оно может как-то влиять на вот эти, размножение этих вирусов, там, бактерий. Понял вопрос, давайте отвечу. Диапазон температур довольно широкий, он довольно жестко ограничен снизу, потому что, когда вода застывает, дать биохимии невозможно. Если мы в твердой фазе существуем, в твердой фазе в этом смысле жизни нет, она стоит на месте. Но вот вверх довольно далеко организмы продвинулись. Жизнь, которая типа нас с вами, у нас узкий диапазон температур, там выше 37, нам уже не очень комфортно. Вот, но те же самые бактерии вот прекрасно живут вблизи, на дне океана, вблизи черных курильщиков. Вот если по тегу черные курильщики, можете посмотреть информацию, там из-за высокого давления вода не закипая нагревается до температуры больше 100 градусов значительно. И в этой ситуации там при температуре 120-110 прекрасно живут бактерии, простейшие черви, большое биоразнообразие, которое приспособилось к этому. У них белки не сворачиваются по многим причинам. Во-первых, они отобрали эволюционно-термостабильные белки, был отбор такой, и они приспособились. А второе, есть еще верхний уровень механизм, есть так называемые белки-шапероны. Это белки, которые лепятся на белки, чтобы поддерживать их форму в тяжелых условиях. То есть они буквально скрепляют дополнительными скрепками свои белки, чтобы они в нагретой воде не портились, и так живут. То есть еще интересно, знаете, в Казахстане есть такое, это Врата Ада называется, я забыл, как правильно по-казахски называется это место. Там в Советском Союзе хотели добывать нефть, а над нефтью часто бывает газ. И традиционный способ это сжечь весь газ, а потом спокойно добывать нефть. Вот они зажгли этот, что-то там 50 лет назад, до сих пор горит. Не повезло им, много газа там оказалось. И теперь там такое раскаленное, как бы горящее поле. Так вот, лет 10 назад американский какой-то микробиолог спускался брать пробы грунта и нашел бактерии живые там, при температурах очень высоких. Ну, не 400 градусов, в смысле, а там около сотни. На все-таки нет. Ну, а вот снизу там вода, скажем, если в ней... Нет, там сухо, там сухо, там горит природный газ. Нет, 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 я про другое. Я говорю снизу, если в воде есть солевые растворы там какие-то, то у нее температура, замерзание, оно понижает. Тоже, тоже, будет работать. Будет работать, но на Земле таких условий особо нет почему-то. То есть я не слышал про такие живые организмы. Есть одна история, вот как вы с Серебром сказали. Знаете, молекула АТФ, она устроена так, аденозин-3-фосфат. Вот энергетические связи между остатками фосфорной кислоты. Вот нашли в озере, отравленном мышьяком, нашли микроорганизмы, у которых вместо фосфора в АТФ супер старая молекула, у них мышьяк. То есть у них аденозин-3-мышьяк. Вот, заменился фосфорный мышьяк. И вот это такой пример, когда как бы совершенно другую какую-то биохимию придумала жизнь. Вот наш профессор Малахов говорил, что наша с вами экосферная роль, биосферная роль в том, чтобы доставать из-под земли щелчноземельные металлы, переводить их в растаримое состояние, смывать в океан, чтобы быть основой новых биохимических систем. Вот, это примерно то, что происходит на самом деле. Вот еще вопрос. Извините, пожалуйста, можно только последний, это будет вопрос, потому что надо уважать и других. В отношении выделения растений фиотонцидами и их влияния на бактерии и вирусы, скажем, там вот в лесах, там, где есть сосна, там какое процентное содержание? Я понял. Вот там, где лежат иголки, там бактерий вообще нет. Там довольно стерильно, поэтому там и грибов нет, и бактерий, эти все смолистые, в общем, сильно антибактериальные противогрибковые вещества, поэтому вы, когда заходите в старый еловый лес, там такая подушка из иголок, ну, многолетняя, которая, ну, тем не разложена. Но глубже под ними, там, где почва, там, конечно, бактерии есть. Спасибо. Вопрос еще масса, но забирают микрофон. Во-первых, спасибо за доклад, очень интересно и информативно. Вопрос один. В продолжении предыдущего. Существуют ли вирусы, где углерод заменен кремнием? Мне неизвестны такие, но я не буду говорить, что их нет. Может, где-то есть. Второй вопрос. Существуют ли атласы, паттернов мембран клеточных органелл? Спасибо. Ну, и, естественно, с сигнальными точками. Спасибо. Ну, атласы, наверное, нет, но клеточные органеллы, на которые вы намекаете, они довольно детально описаны. То есть, например, по строению хлоропластов в разных группах фотосинтезирующих организмов есть довольно детальные, как сказать, не могу сказать атласы, но вот в рамках описания токсономии каждой группы микроскопических фотосинтетиков обязательно их суперважный признак, как у них устроен хлоропласт. Сколько мембран? Какие у него белки? Это прямо часть описания микроорганизма. А топология выростов? Да, топология выростов и телокоидов. Атласов я не видел, но это в учебниках по морфологии, как сказать, водорослей и микроскопических фотосинтетиков это есть. Это просто не выделено как отдельная какая-то область знания, это привязано к описанию систематических групп. А у человека в метахондрии все, к сожалению, похожи. Вот в отличие от хлоропластов, которые супер разные, в метахондрии все довольно одинаковые. Извините, можно, если это прям диалог, то микрофон хотя бы дайте. Но желательно диалоги устраивать уже после вопросов. Ну вы поняли, я думаю. Добрый день, можно я вас перекину немного в другую сферу? Так. В физике есть такой закон запрета передачи информации без носителя. Ну то есть телефон или там газет нужно, что-то нужно, чтобы передать сигнал. Но есть же именно квантовая физика, где есть квантовые экспортации и передается сигнал без вот этих носителей. Ну якобы, да? Пока вы рассказывали про ДНК и про передачу информации от вируса, бактерий и так далее, и так далее, я понимаю, что есть какой-то океан вот этого всего, где как-то эта информация варится, такой бульон информации. Возможно ли передача информации без носителя? Потому что если она возможна, то получается, и мы можем тогда уже говорить о каком-то, в начале было слово, то есть какой-то божественной сущности. Просто я вас об этом хотел спросить. В данном случае носитель очень нам заранее известен. То есть как сказать, правильно будет ответить так, что носитель настолько лежит перед нами, что даже не было такой гипотезы, что без носителя приносится. Потому что есть информационная молекула, либо РНК, либо ДНК, которая несет в себе эту информацию и большую часть информации она переносит. Другое дело, что оказывается, что она переносит не всю. Что есть часть информации метаболически очень важной, которая не закодирована в последовательности нуклеотидов. Часть из нее закодирована ремарками на ДНК. Это такая так называемая эпигенетика изучает, когда ДНК химически модифицируется сверху, и рисунок этих химических меток несет дополнительную информацию помимо самого последовательности гена. И есть еще структурная организованность хроматина, так называемая. То есть генетические информационные молекулы, они еще уложены так, что одни рядом с другими, и это рассчитано, какие рядом с какими. И это тоже влияет на то, как все в итоге будет работать. Есть еще какие-то минорные механизмы здесь передачи информации, но везде был обнаружен носитель. То есть, насколько мне известно, вся информация, которая нас может интересовать, вот в этом, она вся на носителях записана. Может, что-то еще есть, но пока ничего другого сказать не могу. Сергей, добрый вечер. Большое спасибо за такую интересную лекцию. Мой вопрос немного из области научпопа, но не спросить у вас, как у молекулярного биолога, я не могу. Соответственно, активно наблюдала за историей ситуации применения технологии CRISPR-Cas9 в редактировании генома эмбрионов. В Китае один ученый, особо одаренный, особо смелый, отредактировал геномы двух девочек, и, соответственно, родились близняшки, Лулу и Нана. Его посадили всего лишь на три года, он уже вышел из тюрьмы. Как бы неудивительно, что все это произошло в Китае. Но вопрос, собственно, в чем? По информации из источников, девочки родились, во-первых, здоровые, то есть в их крови не было обнаружено вируса ВИЧ. То есть, как бы, источник заверяет, что технология сработала успешно, так он еще как бы и взял на себя ответственность отредактировать геном человека, который потом родился на этот свет. Вопрос, во-первых, исследуются ли такие технологии в России, насколько мы сотрудничаем в этом плане с Китаем, есть ли вообще какие-то мысли в эту сторону у наших ученых, это первое. И второе, как вы, как молекулярный биолог, оцениваете возможность применения такого рода технологий, потому что проблема ВИЧ-инфицирования и, в принципе, опасности этого вируса для нашей популяции, так скажем, но она действительно огромная и очень остро стоит. Ну да, и в России, в общем, в частности, особенно остро. Что тут надо сказать? Первое, что надо сказать, это то, что ВИЧ в этом смысле очень удобная мишень, потому что вирус иммунодефицита проникает, как я уже упоминал, в очень конкретный тип клеток, и он проникает туда строго одним способом. Есть конкретный белок, как-то он там называется, CCR5, в общем, неважно какой, конкретный белок на вооруженной клетке, с которым ВИЧ должен связаться, и он его использует как пропуск. Если ВИЧ с ним связался, клетка его захватила, он проник. Если этого белка на клетке нет, ВИЧ в нее проникнуть никак не может, он не понимает, как проникнуть. Соответственно, возникла простая гипотеза, точнее не так, сначала было наблюдение, а не гипотеза. Есть около 1% или даже меньше, какие-то доли процента населения Земли, у которых этот белок, вот этот, с которым связывается ВИЧ, он сломан с рождения, они мутанты, у них такая мутация. Они просто родились со сломанным этим белком. Оказалось, что А, они абсолютно здоровы, Б, у них полный иммунитет к ВИЧ, и можно сделать инъекцию ВИЧ внутривенную, и они не заболеют иммунодефицитом, потому что он не сможет проникнуть в их клетки. И в этой ситуации соблазн отредактировать всем этот белок, потому что, казалось бы, ну, он же ни зачем не нужен, сломанные люди, сломанные люди живут нормально, очень велик. Что и сделал этот самый ликуй что-то там. В общем, забыл все время, как зовут, простите. Вот. Используя самую совершенную на тот момент технологию CRISPR-Cas9. Что надо сказать про его эксперимент? Его эксперимент супер неэтичный, конечно, потому что он там уговорил какую-то неблагополучную мать это все сделать. Это, ну, какая-то серьезная история. То есть он ее как-то, ну, не шантажировал, но точно он ее как-то ввел в заблуждение в отношении того, что он делает. Второе. То, что они родились здоровыми, не говорит однозначно об успехе, потому что там, по-моему, 60% того, что если роды притекают более-менее нормально, без кесарева, то 60% не заразится. Потому что плацента, мы сегодня про нее много говорили, хорошо фильтрует. И дальше это зависит от того, какой контракт крови будет при родах с кровью матери. Он может быть не очень большой, и роды будут успешными. Вот. То есть не факт, что из-за него это. А в-третьих, да, он отредактировал у них правильный ген. Их же потом проанализировали, он попал в правильное место, у них действительно им антитквич, но еще попозже, их выследовали еще получше, он еще пару мест отредактировал. Им повезло, это были незначащие регионы, но он, этот метод, крис-проказ, там был, по нему сначала был большой оптимизм, потому что он очень точный. А потом оказалось, что он, конечно, очень точный. Но вот, но иногда, но все-таки не туда. Вот. И эти девочки тоже имеют несколько неспецифических мест отредактированных. Им от этого ничего, потому что у нас 95% генома, незначащие. Но могло бы быть еще. То есть это неконтролируемо было. И поэтому, если спрашиваете мое мнение, я думаю, а, такие технологии, это неизбежное будущее, они, ну просто это вопрос времени и техники. Б, сегодня они еще недостаточно точные. Их нужно принимать только в условиях, когда, ну как-то взвешивая пользу и риски, когда у человека нет других опций, это сальважные методы терапии, спасательные, в онкологии такие термины употребляют, когда мы принимаем, что мы знаем, что непроверенное и вредное, но если не сделать, точно умрет. Вот в таких случаях это будет применяться еще какое-то время. Какое я не знаю, зависит от того, насколько быстро докрутят. Вот. Это может быть 5 лет, а может быть 50. Ну то есть новые сложности могут возникнуть, которых я сегодня не вижу. Спасибо за вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. У меня в основном вопрос про синтецин. Я бы хотела кое-что уточнить и спросить одновременно. Вы просто сказали, что синтецин способствует таргетности, потому что это генматериал, который кодирует этот белок, попадает в быстро делящиеся клетки и так далее. Но, как я поняла, на той картинке он доставлялся с помощью визику, а это же структуры, которые липосомальные основы какой-то. Типа того, да. В результате этого не теряется ли какая-то таргетность, потому что они могут слиться с другими клетками, в итоге они могут попасть и поспособствовать слиянию клеток в нормальных, здоровых клетках. И второй вопрос получается про то, что это же… Ну, не знаете ли вы случайно, может ли такое, что вот если этот генматериал, например, на основе олигонуклеотида какого-нибудь, к нему через линкер какой-нибудь добавить противоопухолевый агент, таким образом способствовав запуску смерти опухоли, но это просто относится к тому, что это не совсем понятно. Вот, допустим, синтезин синтезировался в клетке, клетки срослись, а за счет чего они умерли в этой картине? Да, спасибо за вопрос. Тут речь идет о том… Первое, про таргетность отвечу. Действительно, в рисунке технологии, которые придут на слайде, там таргетности нет. Я про нее упоминал, как про вирусное свойство. Это была технология кореолабораторная для того, чтобы в культурах доставлять и тестировать разные противовирусные агенты. То есть этот синтезин дал нам возможность легко и быстро фьюзить липосомы с раковой клеткой и доносить разные наши кандидатные какие-то лекарства до них и проверять быстро. Это просто удобный способ. А что касается второй части вопроса… А какая она была? Что-то я забыл. Да, ну так и делают. Так и делают. Ну то есть на самом деле там делают… Здесь в данном случае олик сам был антисенсный просто РНК, которая по методу этого РНК-интерференции блокировала ген, нужный для опухоли. Но можно делать и не так. Можно сделать этот олик, связанный с чем-то другим, что будет доносить до опухолевой клетки какой-то онкалитик, но нам все равно придется решить вопрос, как этот олик проникнет в клетку. И нам для этого нужен, если не синтезин, то хотя бы какой-нибудь вирусный вектор или что-то еще. Порфирин не специфичен. Накапливаются, я согласен, но у нас их полным-полно в эпителиях. Ну то есть есть сложности здесь. Тут это все возможно, направление мысли абсолютно разумное. Вопрос тут технологический, что где… Ну то есть надо смотреть, какая кросс-реактивность с другими тканями, насколько это серьезно. Это просто вопрос клинических испытаний. То есть именно в этом направлении там мысль как бы и идет. Давайте максимум еще два последних вопроса и будем заканчивать. Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что 10% генома, которые у нас от ретро-вирусов, смогли распространиться на всю популяцию, если они не активны и, соответственно, не дают эволюционного преимущества? Ситуация такая. Человечество проходило через несколько бутылочных горлышек, так называемых. Резкого падения популяции. И считается, что в некоторые периоды истории человечества вся популяция человечества падала до нескольких тысяч человек. Это дает несколько генетических эффектов. Из них самый сильный, наверное, эффект основателя, который говорит, что если была бутылочная горлышка и была маленькая популяция исходная, из которой получилась большая, то что было у основателя, то будет у всех потомков. И у основателей были эти ретро-транспозоны. Но на самом деле это первая часть ответа. А вторая часть ответа в том, что они были до того, как появились люди. Это история, которая к нам пришла из такого далекого времени, когда, возможно, мы не были даже многоклеточными. То есть эти транспозоны начали накапливаться, когда появились первые эукариоты. Соответственно, история нашей клеточной линии, она все-таки большая часть истории была в том первичном бульоне. И совсем недолго мы существуем как Homo sapiens и еще чуть-чуть побольше, но опять же совсем недолго, как многоклеточные организмы. Я думаю, что эти 8-9% транспозонов были уже тогда у нас у всех. Сергей, спасибо большое за лекцию. Вообще бомба. Очень круто для человек, которые не супер близко к биологии. У меня такой вопрос. Опять же упрощу просто, чтобы максимально мне было проще донести мысль. Есть история с уколом спину, который лечит, улучшает. Правильно я понимаю, что можно найти шаблон, допустим, вируса. Гипотеза, грубо говоря. Я вкалываю себе тоже такой укол, который меняет мои сперматозоиды, что у меня родились крутые дети. Ну там условно. То есть я что-то могу контролировать с помощью такой замены вирусами. Ну как эта Евгеника типа. Короткий ответ – нет. Длинный ответ – да, но. То есть нет контролировать, что будет у детей. Таким образом не получится, потому что то, что вы на самом деле хотите контролировать, не моногенные вещи. То есть интеллект, какая-нибудь, не знаю, soft skills – это все вещи, которые… Это эмержентные свойства нашего генома и опыта, и структуры нервной системы. То есть никакой отдельный ген заменив не получите вы большого преимущества, нужны много еще факторов. Но что-нибудь простое контролировать можно. Но таким образом, кроме заболеваний лечить, ну можно, я не знаю, на подвижность сперматозоидов может и можно будет повлиять. Вот, фертильность какую-нибудь поправить. То есть это вопрос того, что этим можно поправить все, что лечится небольшим числом изменений. А у нас все интересные признаки, они, к сожалению, задействуют сотни генов и еще миллион других структур. Мне кажется, проще пытаться вести здоровый образ жизни и тем самым сделать детей крутых. Не, не проще, это важно, да. То есть надо еще иметь здоровую психику и подход к жизни какой-то правильный, потому что недостаточно просто родить здорового ребенка, надо еще как-то его воспитать адекватно. В этом дополнительный уровень сложности. Давайте поблагодарим Сергея.